I have a voice of blowing things up. Кусок. По-моему, я как раз... Я не помню, кого я в первый день заказал. Ладно, пофиг. Продолжить. Мистер Нэш, нашему Ленин гораздо лучше. Спасибо, что спросили. Короче, он не пошел. Мы решили, что он просто переволновался. Завтра я не ожидал дожданный концерт. Так что сегодня я буду перерепетировать. Пока пальцы в кровь не сутрою. Не буду желать тебе удачи, скотина. Чтоб ты там сдох на унитазе. Пожалуйста. Продолжить. Сегодняшняя смена. В принципе, выглядит нормально. Курасава вернулся. И ты глянь, не сдох. Чистое белье, блин. Plainview перебрал с выпивкой. Продолжаем. Разбирайте сами. Начать день. Так. Открыть расследование. Розовая жвачка, да, значит? Ты у нас список новых кадров. Ты у нас второй список кадров. Сюда я назначу тебя просто на поиск новых улик. А потом в другой день назначим на расследование. Блин, я остаюсь вообще с четырьмя копами. Ты посмотри на это. А я его убрать не могу. А, могу. Все-таки можно убрать. Ох, ты ж, блин, спасибо. Алкаш пойдет заниматься новыми уликами. Все, чтобы он мне сегодня статистику не испортил. Хорошо, что расследование может проводить не один день. И на том спасибо. Я... У меня смена тает просто. Вообще никого не остается со сменой. Вик Дюваль. Мистер Нэш. Я внештат фотограф полиции Шапуза. Также снайпер по совместительству. Прямо скажу, снайперам мне нравится быть куда больше, чем щелкать макшот каких-то ублюдков или снимать розовые сопли, пузырящиеся на свадьбах и детских утренниках. Я... В общем, мисс Рид сказала, что теперь я буду работать в вашей команде. Рад, наконец, вернуться домой. Покупал линзы в фотоателье Аттикуса в Фрибурге. У моего пикапа сломался стартер. Пришлось несколько дней провести в этом суетливом городишке. Теперь терпеть его не могу. Мне все время кажется, что там воняет застарелым потом. Застарелым потом? Это как? Ладно. То с гнившими апельсинами. Короче говоря, я в вашем распоряжении готов снимать людей круглые сутки. Вик Дювальд. Снайпер. Блин, мне дали человека. Круто. Помощь с другой стороны от Хельги Асмара. Так, мистер Ноч, я говорю с духами. Могу зреть невидимо и услышать беззвучное при помощи слез земли. Испытание мудрости чашеса. Чего, блин? Лесными духами. Давно вымешали деревья гигантов. Не подумайте, что я говорю о какой-то жижи из колодца. Нет, это вода из тайного источника глубокого леса. Настолько тайно, что о нем не знают ни звери, ни птицы. Только духи утоляют там жажду. Эти вещи и мои уникальные способности с полутором разобраться. Нет. Пошла в задницу. В смысле, сейчас, блин? Так, а снайпер у нас? А, вот. Типа, я могу снайпера отправить. Я понял, понял. То есть, это как бы человек, но как бы нет. У него нету своего мнения. Но его можно в команде отправить. Если кто-то отказывается ехать один, может с ним подправить снайпера. Пожелать, женщина устроила скандал в очереди и разбила стекло в кассу своей клюкой. Ммм. Едь, красава. Видите? Я без прикрытия никуда не поеду. Блин, у нас азиаты трусы какие-то. На тебе. Отправить. Это... Ты дебил, блин! Я с тобой второго человека отправляю, чтобы тебе сыром сралось. На старуху с клюкой едут два опытных копа. Охренеть просто. То есть, это так не работает. Если ты ставишь команду снайпера, то он не считается прикрытием. Снайпер это по факту и есть прикрытие базовое. Что вы делаете, твари? 24 в прогрессе. По голой палкой копа пошла кровь. Да шокером ее нахрен и все. 5-18, complete. У старушки было слабое сердце, она не выдержала удара током. Понимаете, в чем прикол? Почему я не воспользовался персовым баллончиком? Потому что это банк. Это скопление людей. И если бы я сейчас начал бы хреначить баллончиком во все стороны, то пострадала бы, могла не только старушка, а там могло бы всякое... К тому же у старушки могла касаться астмы, она бы задохнулась нахрен. Я доволен, в принципе, что так получилось, но ее нахрен за старушку. Повышение. Красавчик, блин, заслужил. На тебе силу. Полицейский урон, как бы, двери или окна... Удары и дубинка глушают преступников намного сильнее. Извини, чувак, пострадал, конечно, но... Райные копы отправляются в больницу под присмотром доктора Канагяна. Если коп погибнет на задании, это ваша вина. Но если коп погибнет в больнице, Лили обязательно пришлет вам замену. В конце концов, это ведь врачи не могли его спасти. Ферма. Красная, кстати. Жестокое обращение. Бабушка стала внука за мастурбацией. Угрожает отскопить его серпом, блин. Серпом, Карл, блин. А все, у меня больше никого не осталось. Сейчас вернется один вот этот. Этот же не вернется до конца дня, скорее всего. Эээ... Был раненый и проведет два дня в больнице! Два дня! Вы чё делаете вообще? Курасава. У меня только Курасава, все. Ну все, этот вызов я просираю, потому что мне некого просто отправить туда. Это механик, который пришел на работу в последний день перед выходом на пенсию, угнал дорогой кабриолет. Пусть катается, хрен с ним. Конечно же, старух, которая пытается кастрировать своего внука, гораздо важнее, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Угон 5.15. Никто не приехал на вызов, преступник сбежал. Мне пожелает женщина. Вторая за сегодня, кстати. Эээ... С терпом стоит перед деревом и на хлипкой ветке, которого сидит подросток. Старуха кричит. Террис, пускай сейчас же, если промедлить за... Развратник... Бобос окончательно поработит твой разум. Развратник Бобос? И тогда мне придется отрезать тебе голову. Женщина просто... Ммм... Подкрасть, старухи. Коп сумел подкрасться и арестовать преступницу с терпом. Мальчику ничего не угрожает. Отличная музыка, красиво справился. Быстро домой! Старухи сегодня буйные пошли. Я знаю, сейчас они вернутся, я отвечу на вызов. Некоторые вызовы настолько сложны, что требуют полноценной тактической операции, в ходе которой вы будете командовать подчиненными напрямую. Если во время тактического вызова все копы заняты, лучше подождать их возвращения и подготовиться у вас время до конца дня. Время до конца дня, отлично. Сюда. Так. Парк имени Верховной Судьи Трента. Вас есть... Вас называют парк именем Верховной... Идите к черту! Женщина увидела, как молодой парень издевается над собакой и угрожает ей палкой. Так. Блин, этот олень не ездит без прикрытия. Музыка, поехали, справишься. Ты сегодня красавчик. Чего, блин? Знаете, мне здесь сумку... Хочу участки вздремнуть. Не то еще беды, на задании натворю. Ты просто говна кусок. Просто чтоб ты понимал такое, да? 151 в прогрессе. 175. Блин, Курасава просто тварина. Знаешь что? Я на тебя трачу свое время. Давай, свали отсюда. Да. Мужчина утверждает, что к нему в дом... С воями грохотом ловятся лесные духи. И хотят украсть мою душу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. приветливо облизала ладонь копа. Секрет розовой жвачки. Открытие. Может вы что-то насобирали, ребят? Тут появился кадр. Вот. Короче, вот они сидели. Вот он ушел. Вот он тайно вышел. Вот он украл. Да, обвинить. Да, хочу. Арест Томми Мур. Арест Томми в центральном парке. Школа. Музыка вернулся. Первую половину дня Томми сидит на уроках. Но он не из прогульщиков. Закрой. Первую половину дня. Сейчас. Таин в черной коробке. Потом. Арест Томми Мура. Преступник пойман. Красиво. На тебе еще скрытности. Тень. Полицейский тратит одно действие и может скрытно перемещаться под носом и протягиваясь оставшийся ход. Хамелеон. Полицейский лучше прячется за небольшими укрытиями. Завтра судья Трент рассмотрит дело секрета розовой жвачки, которую он твой мутный ходит в качестве обвиняемого. Так. Из-за бессонницы мужчина принял ветер на улице и болтаешь на окнах ставни за лесных духов. Закрыт. Я не... А как же, блин? Не-не-не-не-не-не-нет. Нет, погодите. Я не знаю, когда заканчивается день. Мне же нужно было организовать операцию, поэтому... Почему у меня сейчас нету... Идите нафиг. Вот, провальные тактические операции. Потому что я просто не поехал на нее. Вы говорите, подожди до конца дня, пока вернутся все копы. И такой потом конец дня. Опа, а ты ничего не можешь сделать. Ну, серьезно. Так же нельзя. Это какой-то трындец. Так. Никого не могу нанять. Далее. Нет. Во многих аспектах это не продумано, честно говоря. Аронович у нас отдыхает. Вот этих троих я тоже заберу. Чисто отправить на расследование. Музыка у нас отдыхает. Но этот день был короткий, поэтому сегодня сыграем два. Ну, опять же, так уж получилось. У нас должна была быть тактическая операция, которую мы просрали. Так что забейте. Спасибо снова, что уделили время, мистер Толген. Спасибо за ваше терпение. Следующий день вам придется встретить еще раз, и вовремя у меня появится новые вопросы. Если вы вспомните что-то новое, не только о Джеки Бойте, а о вашей работе в полицейском департаменте в целом, просто дайте мне знать. Если у вас изменится рабочий график, дайте мне знать. Если вам нужно будет потерять причину, время покинуть Фриберг, дайте мне знать. Не смотрите на меня, мистер Коган. Я не хочу быть здесь больше, чем вы. Если это было для меня, то вы хотите. Спасибо снова, мистер Коган. Вы свободны. Я просто делаю свою работу, Милтон. Это тоже твоя работа, помнишь? Мисс Эмми Уайнштейн. Эмми Уайнштейн. Опять? Что это уже? Шестой? Только четвертый. И ты надеешься узнать что-то новое? Как я помню, она всегда говорит одно и то же. Я обязательно узнаю что-то новое, Милтон. Даже если она следит одно и то же. Даже тот факт, что она всегда повторяет все ответы слов в слово, это уже сама по себе очень важная информация только по себе. Ну да. Ну да, для тебя. Все вокруг очень важная информация. Доброе утро, мисс Эмми Уайнштейн. Я ждала несколько вопросов, которые мы задавали в наших предыдущих встречах. Но я надеюсь, что вы будете достаточно любезны, что вы можете задать любые вопросы, мисс Берман. Я вам отвечу. На второй раз. Пятый, десятый. Столько, сколько потребуется. Вы же знаете. Не будем терять времени. Сколько лет вы были секретарем Джека? Двенадцать. Могу уточнить и в днях, и часах, если вам так будет удобнее. Как бы вы описали работу, характер вашей работы, все, что ты должен делать на личной помощи, вот так вот. Залки, встречи, расписание. Мистер Бойт, когда-нибудь просил вас о чем-то незаконном? Я не юрист. Я не делаю вещи на законные или незаконные, делаю их на честные и бесчестные. Мистер Бойт никогда не просил меня ни о чем бесчестном. Что-нибудь знаете ли о его цели заработать полумиллиона долларов перед выходом на пенсию? Я не помню, это была цель игрок, по-моему. Я не уверен. Нет. Ничего об этом не знаю. Сколько мы судить, жил он небогато. Вам известно о случаях, когда Джек Бойт контактировал бы с представителями Криминального мира Фрибурга? Да, ну это была часть его работы. Надо же выходить на контакт с одним преступником, чтобы добраться до других. Уверена, вы знаете об этом хуже меня. Вы поддерживали с ним все, если вы его объявили в федеральный розыск? Нет. В последний раз я видел Джека Бойта в его последние рабочие дни и с тех пор ничего не слышал о нем. Как вам кажется, Джек Бойт виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют? Нет. Конечно же нет. Я знаю, что он ни в чем не виноват. Его подставили, его оболгали. Он во всей этой истории главная жертва. У нас есть информация, что вы навещали детей Джека Бойта как минимум трижды за последние полгода. Можешь что-то сказать в оправдании? Почему я должен оправдываться? Я приношу им еду, только и всего. Почему я должен оправдываться и тут же? Только и всего. Это оправдание. Если бы суд поставил прослушать вашу телефон и читать вашу переписку в рамках расследования, как бы вы в этом отнеслись? Мне все равно. Нечего скрывать, если нашей прокуратуре нечем больше заняться, кроме как слушать разговоры бедной женщины, которая большей частью дня просто ухаживает за своей больной матерью, то пожалуйста, развлекайтесь за нашу налоги. Буду вам судья. Спасибо. Перебрал с выпивкой, давай я смогу работать. Продолжить. Наш концерт прошел на ура. Лень не барабанил так, что сломал три пары палочек. Кузен вопили от восторга. Моя жена сказала, что хочет такое же шоу для своих сестер. Но это будет весной. А пока мои мозги и мускулы в полном вашем распоряжении. Давайте поймаем каких-нибудь парней. У него десятка умений. Десятка. Десятка Карл. Он ни хренища не умеет и у него десятка. Так. Поиск новых улик. Все, ребят, идете разбираться с фотками? Давай. Снайпер. Столько обращений с детьми. Школа. Школа Астрид. Ну, девочка нашла живого ежа и принесла его в школу в пакете. И учитель хотел отнять и выбросить ее. В смысле выбросить? Выбросить и учителя, который так делает. Девочка ударила его пакетом с ежем по ноге. Иголки порвали учителю брюки. И он взбесился, схватил линейку и хочет проучить школьницу. Так, ударьте его тазером, блин. Знаешь, мы тут посвящались и решили, что никуда не поедем. Лучше в карты поиграем. Пошла отсюда. Пофиг, насколько ты хороша, если ты не ездишь ни на один вызов, блин. Так. Кафе Аполлус Тоуз. Хренать себе название. Женщине долго не давали заказ. Она не выдержала и напала на официантку, схватив свободный поднос. Его или выгнать, или немножечко прокачать. Если получится выгнать, я его выгоню. Если это так. Учитель с большой линейкой бежит за девочкой по коридору и кричит. Эти брюки, это остались у меня от отца. Это все, что у меня осталось на память о нем. Хрен или их ты тогда на работу носишь? А как у девочки пакет с ежом? Она замечает копа и спешит к нему реализовать учителя дубинкой. Жаль. Я выхожу у девочки пакет с ежом и дарить им учителя. Загородить девочку с собой. Вот. Девочка спряталась по дистанции, подбежала и взмахнулся на копа. Использовать шокер или оглушить дубинкой? Охренеть. У меня ни шокера, ни дубинки. Подожди, а это разве не... У него же вон есть шокер и заряд к шокеру. Вы че? А, тазеры, шокеры. Тазеры, шокеры это неравносильные вещи. Оказывается, нельзя использовать... Охренеть просто! Бьем ножом, блин, а че поделать? Поп, ударил учителя большим ножом в шею, он умер на месте, школьница уже больше ничего не угрожает. Ну и ладно, если это все будет без последствий, без расследований, то так даже лучше. Так, ты у нас получаешь скорость в очереди с пистолета и хорек. Повышает шансу вернуться от выстрела противника. Хорошо. Так. Джессика Шинни. Мистер Нэш, мы тут на столе в фае участка нашли какие-то две странные коробки и перезные шпагата. Мы опросили всех ребят, никто не знает, что в них их, кто их притащил. Если честно, мы побоимся их открывать. Ведь слыхали, как лингвили пару месяцев назад, кто-то в пальцах участку бомбу прислал. А вдруг нам решили прислать сразу две бомбы, чтобы уж наверняка... Ну или порошок какой-нибудь ядовитый. Давайте сюда. Вы получили сигареты Рендир. Получили консервированный тунец Лунблянш. Хорошо. У двери вашего кабинета скапливается все больше и больше барахла. Если в ближайшее время не найдете ему какое-то хранилище, в причинах могут возникнуть неудобные вопросы. А куда? Что я с ними сделаю? Блин, на самом деле глупо, что если у тебя есть тазер, то у тебя есть шокер. Нужен шокер, а из тазера ты не можешь, короче. Я Тренд вынес вердикт, поделаю секрет розовой жвачки. Обвиняю, что Томми Мур признан виновным по всем пунктам. Да! Расследование завершено. Все, кто участвовали, красавчики. Аронович, на тебе тоже скорости немножечко, что в следующий раз тебя старушка клюкой по башке не ударила! И Харёк. Ага. Тебе бы, наверное... Давай мы тебе интеллекта добавим. Место вхожения преступника подсвечивается на один ход. Работает один раз за миссию. Бёрдж. Там у тебя, может быть, ещё одну скорость закинем. Пальцик, который все свои действия получает на одно действие больше в следующем ходу. До трёх действий максимум. На тебе переговоры, наверное. Заставить сдаться. Допрос, это у нас уже было всё. Тебе один стрельбу. Перехват. И стрелок. Это тоже уже всё у нас рассматривалось. То, что мы уже читали, я не буду второй раз. Джон Элмер. Мистер Нэш, а вы справились с расследованием даже быстрее, чем я ожидал. Преступник гниёт в тюрьме. Гниёт в тюрьме. Пацан украл видеомагнитофон. Преступник гниёт в тюрьме. Моя семья спит спокойно. Да и вашим копам недолго осталось морозить себе задницу в туалетах на улице. Мои люди уже выехали. Уже завтра в доме каждого полицейского будет стоять новенький унитаз. И все они заживут по-новому в тепле и комфорте. Бритоголовая женщина душит официантку, прижав ребро под носа и горло. На мокром полу валяется поднос с едой. Заломать, ударить женщину дубинкой, схватить под нос и ударить женщину дубинкой. Опа, глушил женщину с дубинкой. Когда она пришла в себя, то она сказала, что вовсе не хотела навредить в санхе. Просто я сама не своя, когда голодная. Флауэрпотс, на тебе ещё одну скорость. Нет, знаешь, что это скрытность. Глушитель. Первый выстрел в пальцах будет бесшумным. Только один раз за миссию. Здание суда. Девушка пришла на собеседование, а судебный клерк начал требовать от неё секс в обмен на должность. Прикинь. Ну, держи, ты справишься. Берч третий. В отличие от прошлого дня, этот день прям неплохо-таки идёт. Пенкин получил 10 баллов. Уи! За то, что просто так покатался в машине. Так. Судебный клерк агрессивно хватает девушку за руки, не дает ей идти, приказать отпустить, выстрелить. На, из тальзера просто. Знаешь, что? Заломать. Не буду я на тебя тазер тратить, обойдёшься. Копу удалось заломать и арестовать клерка. Девушка в порядке. Ещё, блин, типа заряды тратить. На бестолочь такое. Покушение на убийство и нападение. Блин, два серьёзных. Молодой парень с девушкой хотели зарегистрировать брак без предварительной записи. Когда им отказались, жених вышел из себя и напал на сторонницу ЗАГСа. Мельница Ральфа Пикколи. Пожилая женщина испугалась ребёнка с револьвером, который целится в прохожих. Я понятия не имею, откуда у 10-летнего револьвер. Но одно знаю точно, всё это плохо кончится. Едь, разбирайся. Оставлю себе парочку людей, на всякий случай. Берч вернулся. Парень схватил пожилую сотрудницу ЗАГСа за волосы. Бьёт её лицом об стол. Выстрелить из тазера. Ударить парня большим ножом. Коб ударил преступника большим ножом в спину. Он умер от болевого шока. У сотрудницы ЗАГСа сломан нос, но она будет жить. То есть вы понимаете, да, как работает полиция? У тебя есть расходный материал, и у тебя есть возможность убить человека. И ты выбираешь возможность убить человека, просто чтобы не тратить заряд от тазера. А, this is the place, детка. Так, ты у нас... На тебе скорость немножечко. Благодарность, мистер, знаешь, сегодня я оказался невольно свидетелем ужасного преступления, где невинные люди висели на волоске от гибели. Я был в восторге от работы копов под вашим руководством в городе. Давно говорят, что копы только и делают, что просиживают штаны в участке. Поскольку, что я увидел сегодня, я даже не сомневаюсь, что в вашем департаменте работают настоящие профессионалы. У меня самые четверо детей, так что я бы просто умерла, если бы с моими зайками что-нибудь случилось. Спасибо вам за ваш труд. Мне хочется... Это в школе что-то, типа, кого... Мне хочется как-то вас заблагодарить. Я работаю уборщицей, я могла хотя бы капитально прибраться в участки. Мешать никому не буду и трогать чужие вещи так же не стану. Просто выдраю все вокруг до блеста. Вы потом участок не узнаете. Где у вас можно взять ведро и воды набрать? Нет, спасибо. Это мне потом... Ну, это не обязательно, и мне это потом маукнется. Я не хочу. Угроза взрыва склада. Это тактическая операция? Работники склада Плута Ванкувер утверждают, что его коллеги устали от бесконечных долгов по зарплате и устроили забастовку. Но когда начальник не отреагировал, они перешли к активным действиям и решили взорвать на складе запас просроченных шахтерских динаментных шашек, чтобы уж точно привлечь внимание. Вас недолюбливают, не станут подчиняться вашим приказам во время тактических операций. Не уверен, что лучше вас знают. Ты у нас хороший стрелок. Поехали. Поехали. Голый старик с кнутом пытается регулировать движение автомобилей. Это слишком хорошо. Я пропущу. Так, покушение убийства. Ребенок играл в бандита с игручным пистолетом. Никакой угрозы пока что не было. Ты же не успеешь сюда вернуться за 20 секунд, да? Копы прибыли на место и готовятся к операции. Так. Дайсон Маккартур. Дальнобойщик из Риптона. Меня хотели взять в заложники, но я чудом удрался с склада. Плуто Ванкура. Работник склада. Я знаю, где складские заложили бомбу. Это мне выбрать, что ли? Я покажу, как пробраться на территорию склада. Я тунец могу ей отдать. Смотрите, как она мило виляет хвостом. Как бы... Так бы... Так бы всего и затискало. С пирожком мне просто гулять и еще... Чего, блин? А, хозяйка собаки. По кличке Пирожок. С пирожком мне просто гулять, еще его толком не выдрессировал. Я с собачьей едой в шарпуде напряг, но это не страшно, потому что мой пёсик обожает рыбу. Я уже говорил вам, какой он милый пирожок. Пирожок пока что вредный и не хочет выполнять команды. Зато он точно знает, если мы рядом со складом, значит надо со всех лап бежать на территорию мимо КПП. Парни его любят, да и как можно не любить такого пёсика. Особенно его любит Плута Ванкура. Видите, парни у полицейской тачки Плута мне время-то время не загоняет тунца по дешевке. Пока остальные складские тискают пса. Сегодня я как раз хотел забрать у него коробку, но, видимо, теперь пирожку придется искать другого лакомства. А может и нет, у меня бывший копом работал, рассказывал, что в столовке участка как раз тунцом кормят. Давай так, ты мне упаковку консервов, наверняка ведь есть одна-две неучтенных. А тебе расскажу... Тварь ты, конечно! Но пёсика жалко. На. Слева на стоянке есть дыра в заборе. Через неё пирожок обычно бегает на склады и отвлекает парней. Сегодня так не вышло. На стоянке король Джек и Эмиль с ночной смены. Они погладили пирожками и попросили меня этой ночью держаться от склада подальше. Пожалуйста, не трогай их. Эти ребята хорошие. Я знаю, где заложили бомбу. Ботинки. Мои коллеги идут. Они думают, что взрывчатка просрочена, то она просто хлопнет не сильно. Главное только рядом с бомбой не сдать. Но как раз наоборот, просроченный динамит нестабилен. Хрен знает, как он рванет. Я пытался им это объяснить, но они сказали не заткнуться и не путаться под ногами. Но я тут подумал, если они взорвутся, то мне придётся новую работу искать. А вот если вы этих подрывников повяжете, то мне, скорее всего, повышение светит. Я расскажу, где парни бомбу заложили. Хотя нет, не расскажу. Что если твои копы на воздух взлетят вместе со складскими? Я так могу с голой жопой остаться. Без работы, без цента в кармане. Может, ботиночек мне подгоните? Их наши торговки на вес золота ценят. Полгода смогу на супе консервированной сидеть и не сдохнуть. На, держи. Детонатор у них в помещении. Груз... Грузоподъёмник. Если собираетесь обезвредить бомбу, то лучше перехватить башковитого пацана со знанием взрывного устройства. Блин, а где? Ну ладно. Иначе есть шанс, что склад превратится в братскую могилу. Поэтому сигареты нужны. Что я делал на складе, спрашиваешь? Да как обычно. Загружал свою фуру, когда ко мне подошли угрюмые складские. Я ещё издалека увидел стволы у них в руках. Сверху... А, верёвку с кляпом и у одного связка с динамитом шашек была. Такое давным-давно шахты чистили от завалов. Так что я сразу почуял беду. И как рванул оттуда. Пока там всё не рвануло, да? Вот вроде отдышался и всё равно на взводе. Руки дрожат, пот льётся, сердце колотится. Видит бог, не стоило бросать курить. Хоть обратно на склад беги сигаретку стрельнуть. Но только не... Да, надо сигареты, держи. Не поверишь, но это первая затяжка за год. Я до сих пор на взводе и плохо помню, что случилось, когда убегал. Показалось, что на складе толпа человек 11. Не могу точнее сказать. Купил три подсказки, не знаю. Бомба здесь. Человек 11 рабочих. Есть дыра, чтобы пройти. Продолжаем. У этого копа нет перков. Стрелок. Рейнкардс хорош, у него много чего есть. Короче, мустард. А, набирать перки. Я вас понял. Полицейский начинает дальше видеть. Да, хочу. Громко выбивает двери. Удар и дубинка оглушают преступление. Особой дубинки нету. Взломщик. Пишун скрывает закрытую дверь или окно. Хочу. Удачный выстрел. Если поцельский промахивается, то в спешке стреляет еще раз. И перехват тратит оставшиеся действия и заканчивает ход. Во время чужого хода противник коп может выстрелить из первого замеченного преступника. Значит, вот это хочу. И хрен с ним. Вот это давай. Да. Лучше прячется за небольшими укрытиями. Да, хочу. Большая шанса отвернуться от выстрелов. Хочу. На самом деле, не особо стрелять собираюсь. Дальше видеть тоже надо. Заряживать взрывные устройства. Также вовремя замечать ловушки. Да. Да. Это просто необходимо в данной ситуации. А у нас тут... Так, и ты. Тоже обезвреживает взрывные устройства. Тихо. Дальше. Прошед арестован. Вместо нахожения преступника активных объектов подсвечивается на один ход. Давай вот это. У меня как минимум двое будут. Так, эта серия, я так понимаю, содержится. Но у нас тут тактическая операция. Цель обезвредить бомбу или нейтрализовать всех подозреваемых. Ход первый. Почему он походил без моего... Вот что меня предупреждали. Что типа он будет действовать без моего ведома, потому что он не считает меня... Я тебя понял. КПП здесь? Проход вот здесь, да? Я бы занимал укрытие на самом деле. И я с собой взял лошпета, который считает, что он может действовать лучше меня. Он типа промазал? То есть он просто идет вперед и всех убивает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я ему ничего сделать не могу. Продолжение следует... Крест... Блин, и там, чувак. И тут выбежал. Все, у нас уже фулл скейл перестрелка. Промазал. Промазал. У него два патрона осталось? Как ты промазал в него сейчас? Так, этого мы грохнули. Я их буду стрелять, мне пофиг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ты его бьешь нет так у нас тут раз два три трупа 4 по моему рано использовать снайпера . у вас у вас перезарядка то хоть есть но чисто теоретически так и что по на так 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 есть отстрелили я хочу чтобы вы убили раз он такой блин отсюда напирают мне нужно занять более выгодные позиции смысле а ты ничего не сделаешь что что-то там помираешь и все дела блин мне вот этот чел мешает на самом деле я бы такой чтобы отступить и тех выманить сюда но по крайней мере с той стороны нас флангуют двое все хорошо вот этого придурка избавились поиграл блин на концерте молодец проблему в другом так а у снайпера у меня помню от тебя Так Лента тоже полуприкрытия Ну давай сюда Есть попал Хорошо Эти двое стекает кровью Завершение хода Мы здесь в роли обороняющихся Снайпер Отлично Вот этого валим просто на месте В смысле ты не попал? Как ты не попал? Родер Так Эти трое валяются Ты идешь за полное укрытие У меня ход на перезарядку потратится Так я понимаю Не забудьте Перецелиться Перед тем как нажать на спуск В некоторой части тела Сложнее попасть Вы же не хотите мне сказать Что они взяли с собой По одной обойме патронов Это как-то совсем грустно Это опять патронов У этого последний патрон остался Снайпер Снайпер На этот ход он точно Так Ну давай ты тогда отходишь сюда Я не знаю Ты будешь перезаряжаться? Нет Как это все будет выглядеть На 4 хода Идем сюда И арестовываем его В смысле Ты не попал В смысле Ты потратил тазер И не попал Это че? Этот умер Этот умирает Этот умирает Зачем? Ты же был в полном укрытии Зачем? Что ты делаешь? Ты же был в полном укрытии Снайпер На 4 хода у меня Теперь отсутствует Да? Патронов больше нету Завершаем ход Че-то пошло не так Подожди Добил Ножом Не буду его арестовывать Добейте всех Я тут 2 полицейских потерял Причем одного из них Хорошего Ёлки! Не стреляй! А почему я не могу ничьи мыть? Потому что у меня рука повреждена Снайпер через ход будет Ну блин Ну это трэш какой-то Этого убьет сейчас Да Моментально А еще я этого убил Отлично Перебили всех копов Короче не знаю Я в принципе в такие вещи нормально играю Но Конечно хочу Так Нет Но это уже перебор на самом деле А что будет? Да Если я выйду В главный меню Мне придется переигрывать весь день Потому что скорее всего Не было чекпоинта Давайте тогда сделаем так На записи это прошло уже довольно долго Я Если нужно будет переигрывать весь день Я весь день переиграю Потом Поедем сюда на операцию С этого начнется следующая серия Пока что ребятушки Давайте тогда заканчивать Затянулось И получилось как-то вот Прям вот не очень Ладно Спасибо что были с нами Всем удачи Добра-побра С молодушек Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok